Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в рамках всероссийского семинара смешанных боевых диноборств мы имеем честь принимать легенду российского спорта, многократного чемпиона по смешанным мировым и посмешанным диноборствам, заслуженного мастера спорта, Светлана Владимировича Виленко. Добрый день, дорогие друзья! Мне, наверное, было бы удобнее отвечать в плане беседы, в плане дискуссий, отвечать на ваши вопросы. Мой приезд, я очень благодарен моим друзьям, которые пригласили меня в Ульяновск. Эта встреча должна была уже состояться, но в силу определенных обстоятельств, турниров, недавно закончились по всемирной игре. Я не могу приехать. Рад, что наконец-то в Ульяновске вижу знакомые лица своих друзей, стандистов и бойцов. Я хотел бы обратиться с вами на тему духовно-нравственного воспитания молодежи и наших спортсменов. Наше молодое поколение будет прежде всего. Я не могу, конечно, в доме, и действительно в диалоге с вами общались. Отвечаю на вопрос. Петр Владимирович, здравствуйте! Спасибо большое, что приехали к нам в Ульяновске. У меня вопрос к вам. Вы в силу своей работы, в силу своей профессии часто присутствуете на различных соревнованиях. Не хотелось бы вам вернуться снова на ринг выступать? Ну, вы знаете, я продолжаю заниматься. Продолжаю ходить в залы с ребятами и ставить продавать свой опыт. Все, что я умею, я сейчас приехал для этого, чтобы поработать с тренерами, поработать с молодежью, передать весь свой опыт, скажем, накопленный. И все это, я надеюсь, если зайдется на камеру, вы будете использовать эти материалы. Сам я уже закончил свою карьеру. Прошло время, скажем так, сменить свою деятельность. И так Господь дал мне большую, яркую, насыщенную карьеру, поэтому пришло время закончить. Сейчас на сегодняшний день мне очень интересно развивать мой вид спорта. Вообще единопостный для меня все эти места. И для этого и создавался союз в новой России. То есть сейчас каждый желающий может найти для себя информацию. И такие встречи, думаю, будут способствовать развитию спорта, развитию бумаги. Развитие вообще не на вас. Я не говорю только о нем. Вообще не на вас. Федор Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Максим. Я самбист в Ульяновске. Хотелось бы узнать, как вам удается быть таким спокойным и выходим на бой. А что не ручить? Не ручи. Вот поэтому и спрашиваю. Вы знаете, я уже отвечал как-то на этот вопрос. То, как мы готовимся, тренируемся и повышаем нашу физическую силу, выносливость, скоростные качества, а также мы должны по соревнованиям к соревнованиям находить тот подход, чтобы подойти с меньшими, скажем, мерными затратами, найти свой подход к соревнованиям. Любой спортсмен, какие бы ни были соревнования, он будет все равно переживать, будет мельничать. Даже чемпионат область, я говорю, чемпионат область, чемпионат мира, но все равно во мне присутствует. Соревновательный монтаж есть у каждого типа смыта. Другое дело, как человек с этим может справляться, как он может его направлять. Плюс, я бы сказал, у меня соревновательный монтаж присутствует в день соревнованиям, но он присутствует до разбилки. Когда я делал хорошую разбилку, все в день уходит, когда вы разогреваетесь, у вас уже, ну у меня, например, ничего нет. Когда я уже далеко ходил, то здесь максимально собранный. Вверх, подверх. Сейчас я вам хочу привести до примера, когда я еще был, скажем, маленьким, подростком. Я прочитал, как готовился Сергей Десароков, наш премьер Ападзидо, который боролся на еду. И вот, когда у них предстоял уже финальный поединок, он подгорал. Он уже сидел и вот так. Церковь отряхиваю. И здесь команда, здесь ваша команда, здесь ваш тренер. Мы должны включиться, должны помогать. Но ему помогла света мандалинка. Наша тоже тяж, она весит, представьте, она весит. У нее веса где-то была от 146 до 154. Вот такая женщина подходит, видишь, что он подгорает, говорит ему, «Сырош, а как ты думаешь, мне вот туфлики на шпильках, пойду?» Он захотался, его сразу отпустило, и он вышел на бой, на схватку, победил, стал членом Европы. Вот это именно ему помогло отвлечься. Здесь ваша команда. Здесь люди, которые рядом с вами, они должны помогать. Это большая работа тренера. Мы всегда говорят, перед соревнованиями не надо думать о соревнованиях. То есть, в один момент, в период подготовки, вы разбираете ваши соперника, вы готовитесь, готовите комбинации, мыслите. Но в период уже, когда идет подводка к соревнованиям, здесь уже должно все прийти. И ни в коем случае не думать перед соревнованиями по самим соревнованиям. Потому что идет такое есть выражение, когда спортсмен перевернул. То есть, когда он выходит на схватку, на поединок, на дистанции, и уже не может показать результат. Потому что, скажем, не выходя на ковер, он уже перебарился. Здравствуйте, меня зовут Надя, я журналист. Знаете, было несколько странно узнать, что среди известных спортсменов немало верующих людей. В продолжение темы, которые развели батюшки. Я знаю, что Николай Валуев, Александр Карелин и вы не скрываете свои веры. Есть такие факты, что титулованные профессиональные спортсмены даже становились священниками. Вот некоторые из них мы видим сегодня. Вот это словосочетание «верущий спортсмен», но, может быть, на первый взгляд как-то в голове не обладывается. Более привычно слышать про верующих художников. Может быть, люди творческие, им проще прийти к Богу. Про верующих бабушек мы часто слышим. В старости сам Бог велел, умирать скоро. Но вот верующий спортсмен – это такие величины в спорте, такие успешные на всех планах люди, профессиональные и вдруг верующие. Федор, мне очень интересно, как Вы пришли к Богу, и чем Вам конкретно помогает православие? Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, но все мы, наверное, чувствуем в какой-то степени присутствия Божия. Это, как говорится, совесть – это и есть слово с Божьим нас. Все мы знаем, у нас не надо говорить, что огонь, что нельзя ругаться, нельзя изменять, нельзя предавать. То есть у каждого у нас написано в сердце закона Божия. Поэтому каждый из нас чувствует в той или иной степени, но все эти западные написаны в сердце. Верите Богу, верите Богу, верите Богу. Каждый нас чувствует в своем присутствии нам в себе. Ну что, бабушки, не одни же бабушки умирают. Молодые умирают. Здесь уже кто как, кто как, не знаю, у каждого, конечно, свой путь, не дождаться старости, не дождаться. У меня был такой тяжелый. На своем разный такой путь и разные события в жизни были. Я в какой-то степени даже, наверное, находился в такой духовной яме, но постоянно задавался мыслью, что было потом, что вообще есть ли разум. Я в детстве читал Евангелие. Для меня было в детстве все понятно, но потом получилось так, что я отношусь в какой-то веру новославной. И, будучи на соревнованиях в Нижнем Новгороде, меня пригласили в Дивейский наследие. У меня было куча вопросов, которые я задавал им батюшку, священнику. Они не могли на них ответить или их ответы меня не удовлетворяли. Но я был в поиске. И вот посетил Дивейский монастырь, пройдя по нему с экскурсией, и для меня все вопросы отпали, для меня все стало ясно. Я почувствовал, что Бог просто неправил. Потому что Бог у нас здесь. И я понял, что я ничего не знаю. Я почувствовал, что это самое главное, но я абсолютно не знаю ничего о Боге. И после... У меня по-другому совершенно заработало все риск, будто какая-то вот для нас балла без глаз. И вообще все вопросы не упали. На них я потом нашел на себя. И все это оказалось настолько просто. Но в этот момент встречи для меня все стало ясно и все просто. И я стал, скажем, как платья такой, просто узнавать, общаться с людьми, читать лепературу. Потихонечку начало крико. Потихонечку. Потихонечку с Божьей помощи не сохранилось. Но я скажу... Я бы не сказал, что люди творчественно приходят. Особенно верующие. Я бы, наверное, сказал, что таким людям наоборот... Наоборот, все мы спортсмены, все мы люди, которые переживают такие, скажем, стрессовые ситуации в жизни. А кажется, это стресс, каждый нагрузка это тоже. Хождение на пределе своих человеческих возможностей. Каждый из вас знает, наверное, в диких нагрузках, которые вы выдерживаете при подготовке к соревнованиям. И, наверное, спортсмены, как никто другой, обращаются к Богу, чтобы Господь помог в соревнованиях. Я не знаю, как. Но у меня даже, когда я был верующий, неверующий, я все равно взывал, просил меня, если Господь мне помогит мне. Другое дело, я выходил в соревнования, и уже меня болтало. Но в момент стрессовой такой ситуации всегда мы применяем именно той помощи, которую можно оказать нам. То есть это та ситуация, которая от нас не зависит. Мы всегда стараемся заучиться с нашей поддержкой свыше. А сейчас для меня серьезно, у меня нет никаких сомнений, слава Богу. Сейчас... Я хочу узнать, тоже Леша Никола. Леша Никола тоже один из первых спортсмелов, который вышел на соревнования, которые ценой своей медали золотой смогут успокоить Ирену. Если вы помните этот случай, когда он был в Акраде, скажем так, на Олимпиаде, и он, когда весь зал в Америке поднялся и начал просто забрасывать Ирену банками, не знаю, пакетами, гудеть, не давали продолжать снимания, а Алексей вышел и утихомирно успокоил людей. Первый человек, который вышел с крестом, скажем так. Человек, который будет доказывать свою жизнь не просто словами там, не просто на окрестном знаменем, на камеру, а еще что-то, а не передал себя ими, поступками, своих действий, своей жизнью. Это мы должны, я часто говорю, не на камеру, не в словах, не только в беседах, но, прежде всего, своей жизнью каждую минуту, не реально, она должна помогать, не верно, она должна помогать, а мы должны каждую минуту, каждую секунду, сопереживать в ходе и свои поступки, проверять именно свои свойства, своим внутренним человеком. Еще раз спрашивал, в других делах, в 2018, еще что-то. мы не должны думать, сделай я данный поступок хорошо или плохо, мы должны каждый свой поступок жить так, чтобы каждый наш поступок был пробит. То есть, у нас не должно быть, у нас не должно быть, не должны бегать, не знаю, с битыми, с железными бутями в руках, но, с другой стороны, я вам скажу, что мы как-то люди, я ведь человек верующий, видя зло, допустим, которое совершенствовалось, мне необходимо будет ввязаться, я должен был остановить это, то есть, если я вижу несправедливость по отношению к старшим, по отношению к женскому человеку, то есть, видя зло, происходящее в жизни, я должен удержаться и остановить. Оставили вы после себя преемника? Есть ли у вас фавориты среди нынешних спортсменов именно в ММА? И как относитесь к команде Шеременко? Как оцениваете успехи этой команды? Спасибо. Спасибо за вопрос. Нет, ну, что значит оставил преемника? Команда, в которой тренировался, ребята, ну, Кирилл Сидеев, является кратным чемпионом мира, кратным чемпионом Европы по бою ОМСАМБО. И сейчас, на сегодняшний день, он находится на сборах, и в середине, во второй половине, 20-го, 24-го ноября пройдет чемпионат мира, будет 75 лет сам, это юмилейная лада, и пройдет чемпионат мира, на котором он будет участвовать. Для меня это высокий показатель фагмы всего на 4 года, но он много, конечно, испытал уже в своей жизни, работая непосредственно, вот трехдвократный чемпион мира на сегодняшний день, плюс педельников, которые тоже имеются чемпионат мира, гимнусы, все на чемпионат мира, они добились, пусть не бояр, но ему самбо это для меня высокий показатель. Я надеюсь, не хочу, не хочу. Что касается фаворитов, ну, мне нравится на сегодняшний день будет ласкость, чтобы человек, который своим звездом показывает, показывает, что он на свыше и сильнейший не выход какими фантами, а действительно своим мастерством, слава богу. в омской школе я очень рад. Конечно, очень рад, что целая бильяда спортсменов, у которых выступает очень успешно на международном уровне. Я надеюсь, что у Александра тоже будет успешно выступать на билет и на максимальный вершин теперь модель анимация еще выше. Единственное, за что я переживаю, мне кажется, что касается Александрова, но я все-таки не сторонник таких откровенных ударов и столько забоев я не советую. Но можно защитить. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете, должны ли дети заниматься смежными единоборствами? Если должны, то с какого возраста и какие нюансы заключить? Спасибо большое. Я не сторонник того, чтобы дети занимались смежными единоборствами. У нас клубы замечательных фотоспортов, которые себя заименовали, а это олимпийские спорты и олимпийские те, которых богатая история, те, которые уже проверены, опытные тренера, методические, у которых есть методические руководства, когда, как наружать ребенка. И все-таки смежные военоборства это вид спорта для уже состоявшегося человека. У нас занимались 18 лет. То есть тогда, когда парень уже стоит перед выбором и может войти выступать в боях или продолжать свою спортивную карьеру спорту. То есть здесь уже парень сам появляется, он достиг совершеннолетия, может пробовать себя, скажем так, разосторонним во всех иерах единоборства. Наши единоборства включают себя все-таки все единоборства. о детей я бы все-таки не хотел, чтобы дети закрывались в боях. И сегодня большая проблема в том, что есть у нас в законе, когда официальный вид спорта бокс и боксинг детям могут заниматься 12-13 лет. А в виде каратэ, скажем так, не в виде каратэ, а в дисциплине каратэ, и еще ряд существующих организаций типа ориентау, которые не зарегистрированы в министерстве спорта, но занимаются детскими боями, соревнованиями, в которых выступают дети 6-7-8, то есть дети 8-8 проходят, уже бьются, полный контакт. Во многих этих видах нет защиты, защита недостаточно хорошая, плюс нет работы, надлежащей работы с людьми, то есть много видочек поэтому в целом их бутикают травмы, и конечно детский зеленый мозг еще не скромировался у ребенка, и получать удары в голову, это червота. Это отражается, конечно, здорово. Японские болельщики вас наградили значительным титулом последний император. Я считаю, что добиться такого признания отдержанных японцев было весьма сложно. Скажите, пожалуйста, в какой-то степени вам не обидно, что российские болельщики, скажем так, в прозвище, в титуле вас немножко обошли. Хотя, насколько я знаю, огромное количество людей, которые действительно восхищаются вашими победами, и считают вас очень достойным представителем России, вообще во всем мировом спорте не беря во внимание именно смешанные единоборства. Спасибо, конечно, за эти теплые слова, но, скажем так, это не мои, это победы тех людей, которые были со мной, это победы всей команды, это победы всей нашей России, все, везде, где я интеллировался, все старались помочь, начиная и играя, и ребята, которые со мной занимались, и повара, где бы то ни были, нас были рады, все, абсолютно все, я умник, директора класса, спортивные, все отличаются. Поэтому, здесь, сказать, что это мои победы, в Крызане, в Крызане, в нашей Европе, в Крызане, все абсолютно люди, пошли, в нас встречалось дело. Что касается, как бы, ну, вот это вот, название, я неоднократно объяснял, что у нас один русский император, это последний русский император, это царь, святой царь, японский Николай, вот, ну, тем не менее, ну, японцы, что-то, есть? Японцы, есть японцы. Поэтому, как бы, сколько ни объяснял, нам все равно продолжали назвать, но, я еще раз повторяю, есть у нас один, святой, но, свою большую полную, последний русский. У меня такой вопрос. Несколько боев, у вас были такие моменты, когда у вас уже ложили лопатки, и, ну, был, прием над вами испытывают. В это время у вас была полная ситуация, и, после этого, брали оппонента на болевой прием. Как в это время мы можем поддерживать ситуацию? Как у вас это получалось? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, любой из вас знает, что без ухода положения нет, все единоборцы, и, всегда, когда я даю семинар, работаю с ребятами, всегда говорю, что, вы должны в любом, в любом, в любой ситуации, в любом положении, чувствовать себя, как рыбовладеть. То есть, вы, прежде всего, свои минусы должны превратить в плюсы. И, находясь, ну, не знаю, как вы говорите, о лопатках, здесь ничего особенного, но, мы должны уметь, например, работать в этом положении. Причем, мы должны работать свободно, не напрягаясь, не, не испытывая, какого-то дискомфорта или суеты. здесь должен быть такой же контроль и момент использовать и ждать, скажем так, готовить использовать момент, если появится. Ну, в боях, это все проходило. Поэтому, я еще уверен, что, ну, не то, что минусы, но, нужно в любом положении чувствовать себя, нам, и самбистам, и больным самбистам, и, 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 в другим видом спорта, нужно иметь, уметь работать и с маленькими, и с большими, и с худыми, и с толстыми, и со здоровыми, не знаю, качанами. То есть, для вас не должно быть неудобным соперником, для вас не должно быть, вы должны уметь работать как от атаки, так от, как от атакуя, так и от обороны. То есть, в любом положении вы должны чувствоваться хорошо, в любой ситуации. Я работаю в Ивановском детском доме. Вопрос такой. кусочек истории вашей. Как вы родились когда-то? И вот, в каком возрасте и того же, в каком возрасте делали? Ну, к спорту, сюда пришли. Родился я, родился я в Украине, когда мне было два года, я переехал в город Староцкоп, в Украинскую область, и уже у меня старшая сестра, но двое моим младшим братьям, Александр Егрон, уже родились в Староцкопе. Переехали, в основном, скажем, из-за меня. Там, в том городе, где я родился, в Удежном был Женцовок, а я родился, больным ребенком. Не можно больным, но болел часто. У меня были постоянные паранхеты с астматическими компонентами, родили, переехали в СРСКО. Век до 14, я все-таки надежно попадал в больницу, но вот с 11 лет я начал заниматься сам в Уинзиадо. и, скажем, все свои вот эти вот болезни, благодаря спорту, благодаря физическим занятиям, все эти дни были интересные. Мне удалось убрать модель от спорта. Я еще помню, как я бегал кроссы и задыхался от него, скажем так, продолжая заниматься, продолжая. У меня были проблемы с давлением, большие, я долго занимался, допущая заниматься, и года два или три я был под контролем врачей, проходил тренировки. Ну, пробовал, все ушло. Заниматься, наверное, я не знаю, каждый парень, у каждого парня есть желание стать сильнее. В моем детстве, наверное, каждый мальчишка побывал в сексе где-нибудь, хоть месяц, два, хоть год, но каждый парень занимался тем временем единоборствами, тем временем спорта. Ну и с моей мамой работал тренер, он выйдет, скажу, я частенько потерял ключи от дома и бегал к маме за ключами. Вот он, когда меня уйдил, предложил товары, с тобой, Владимир, сделаем из них спортсменный человек. И с того момента я начал заниматься вдоль, сразу полюбил без спорта. То есть, когда мне мама предложила, я, конечно, хотел стать сильнее, потому что ребята, которые занимались тем временем дверными областями, чувствовались сразу на крупенностях, физическая сила. Ну и я сразу решил, что пойду приноситься. придержу, я говорю, я полюбил борьбу, полюбил спорт и на сегодняшний день в спорте. Поэтому решите завершить нашу встречу и поблагодарить Фёдора Владимировича, его команду, всех наших гостей за то, что приняли участие в победе.